слава украине привет всем от полонского друзья мои наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в украине сегодня у нас 18 сентября 2024 год давайте посмотрим как расистам удалось взять киев за три дня уже почти три года войны да и так сначала ситуация на фронте посмотрим где им больше всего навешали это пожалуй курская народная и это донецкая область донецкой области они продолжают гасить свой личный состав то есть продолжаются те самые бесплодные мясные штурмы ну как бесплодные другой раз 100 200 метров они проходят но поймите правильно оно достигается путем таких нереальных каких-то совершенно сумасшедших потерь что назвать это это первого победа знаете вот как это называется еще раз говорю россия не китай столько людей столько лишнего состава них тупо нет вот сейчас их фюрер объявил что они еще 180 тысяч рил примут на службу в российско-фашистские вооруженные силы но проблема их в том что эти 180 тысяч даже не погасят те потери которые у них уже понесены до настоящего времени вот так вот то есть продолжают атаки но сами понимаете в курской народной их наступление полностью установлена опять у них куча пленных опять срочники пошли в плен есть уже видео как говорится очередные новые с новыми чмобиками и новыми срочниками которые поздавались в плен в курской народной значит их наступление там вообще стоит на месте замерло хотя они опять их там пошмыгивает и подергивает ну трудно наступать когда у тебя нет нормального снабжения это как раз тот самый случай вот это первый момент ну а второй момент тот что наши очень хорошо работают у них в тылу и трудно наступать когда у тебя в тылу вооруженные силы украины поэтому понятное дело что плохо дальше харьковская область тоже очень тяжелые бои в районе вовчанска расисты пытались наступать ничем хорошим для них это не кончилось выразилась в дополнительных потерях и вот за вчерашний день было у контрапуплина отправлена курсом русского военного корабля 1130 вооруженных путинских гельминтов и общее количество путинских боевиков которые пришли в украину убивать женщин детей и стариков но что-то у них с этим делом как говорится не вышло составляет теперь рекордная 637 тысяч 10 голов за вчерашний же день было уничтожено 6 путинских танков что дает нам в общем количестве восемь тысяч шестьсот девяносто один сумасшедшая цифра напомню российско-фашистское вторжение в украину начиналось когда у них было на ходу по по моему 1250 танков до новых те были новые и старые уже но вот уже и новые перебили и те что за ними пошли перебили еще одни то есть это уже сейчас они дошкрябывают не и производят что-то но не так много производит когда шкрябывают склады боевые бронированные машины легкая броня три штуки за вчерашний день 17 080 то есть видите соотношение танков и броневиков с лишним составом дает нам соотношение чисто местных штурмов 25 артиллерийских систем за вчерашний день 18 154 всего отрабатываем ствольную артиллерию все как всегда да дальше друзья мои 369 самолетов и 328 вертолетов это цифры которые у нас были и раньше и 25 беспилотников шахеда они посылают каждый день по шахедам активно работают работать не только при помощи скажем так физического воздействия то есть пво но и при помощи рэмов что тоже очень затуркивает эти вот можно так сказать и затурка ты да так вот она их затуркала те шахеда и они очень часто возвращаются назад на россию взрываются где-то там или улетают в беларусь ну затурканье 15 354 всего 45 единиц автотехники у расистов отминусовано за прошедшие сутки что дает нам хорошую цифру 24 784 с начала войны и много спецтехники различного типа 18 единиц что дает нам 3109 с начала войны ну смотрите спецтехника это то что очень тяжело восстанавливается спецтехника это то что если это электроника это вообще невозможно произвести в условиях нынешней россии в условиях санкций то есть каждая как говорится такая потеря для них может быть последний и фатальный ну замечательно они сами этого хотели они это и получили